Наступи, спаси, помилуй, собрани нас, Боже, Твою благодатью! Каждое воскресенье Великого Поста, или правильнее сказать, неделя, так по-славянски именуется Воскресный день, имеет свое название и несет глубокий богословский смысл. Третья неделя Великого Поста называется Крестопоклонный. Этот день очень важен для верующих, так как за богослужение происходит поклонение Кресту. А Крест – это орудие спасения, важнейший символ всех христиан. Эта древняя традиция, выносить Крест для поклонения, имеет глубокий смысл. И сегодня, в этот день, по традиции, как и каждое третье воскресенье Великого Поста, специально для вот этого назидательного примера мы выносим Крест, поклоняемся Ему как оружию и символу нашего спасения, для того, чтобы вновь вспомнить о той любви, которой явил нам Бог, для того, чтобы постараться уподобиться этой любви, для того, чтобы постараться возрастить такую любовь в своих сердцах. Не случайно верующим Святая Церковь предлагает поклониться Кресту в самой середине Великого Поста. Все это происходит для того, чтобы напоминанием о страданиях и смерти Господней воодушевить и укрепить постящихся продолжению подвига Поста. Сегодня, поклоняясь Кресту Господню, мы вновь и вновь задаем себе вопрос, что можем сделать мы для того, чтобы стать ближе к Богу. Потому что Крест, как подвиг, как орудие нашего спасения, всегда вдохновлял верующих на то, чтобы тоже быть подобными Богу, тоже распинаться. Что это значит? Это значит, в нашей ситуации, значит, побеждать свои грехи, побеждать свои страсти, греховные наклонности, для того, чтобы сделать свои души как можно более чистыми. Не напрасно мы почитаем Крест Господень, изображаем Его на себе и поклоняемся Ему, ибо Он есть божественная сила, сохраняющая и спасающая нас при жизни и по смерти. Святой Крест останется для поклонения в течение всей Седмицы до Пятницы. Только тогда, перед литургией, он будет внесен обратно в алтарь.